Пучино. Село в Лискинском районе Воронежской области. Входит в состав Ковалевского сельского поселения. В составе села есть улицы. Кленовая, Мира, Пушкино, Садовая, Улица Советская. Информации о селе в интернете очень мало. Один из бывших жителей села рассказал мне следующее. Вот его слова. Я 1958 года рождения. Там вырос и помню, что в то время село Пучино жило нормальной деревенской жизнью. Насчитывалось примерно 120 жилых дворов. Была большая конюшня. Помнит, как ездил в ночное. Была ферма, где работала мама дояркой. Дом культуры, куда бегали смотреть привозное кино. А недалеко находилось кладбище. И рядом была общая могила мадьяров, погибших там в Великую Отечественную войну. Слышал, что их останки соотечественники приехали и забрали себе на родину. Помню, ходил в начальную школу, которая находится на краю села. А за школой был большой овраг, и там били родники. Слышал, что одна из версий названия села Пучино от слова Пучино. Помню, как строили артезианскую скважину, которая находилась недалеко от дома. Есть в селе Пучино воинское захоронение, номер 498. Дата его создания 1942 год. Дата последнего захоронения 1943. Состояние захоронения хорошее. Захоронено всего 50 неизвестных солдат. В настоящее время эта братская могила находится в зоне ответственности Ковалевской средней школы. Так как информации о селе Пучино довольно мало, я зачитаю слова Гайдук Елены Кафуржановны, главы администрации Ковалевского сельского поселения. В них есть кое-что и о Пучино, и в целом о Ковалевском сельском поселении. Наше поселение представляет 7 населенных пунктов общей численностью 2015 человек. У нас идет убыль населения, но благодаря переселенцам пока не так заметная. Молодежь редко остается в селе, так как работы у нас нет. В поселении работают только бюджетные предприятия социальной сферы. Это школа, детский сад, школа искусств, два клуба, отделение ВДПО, амбулатория, ФАП, РУЭС, сберкасса, связь и магазины. Население в основном работает в лисках и в сельскохозяйственных предприятиях. Благо, транспортное сообщение у нас регулярное и в достаточном количестве. Здравоохранение у нас представляет наша Ковалевская амбулатория и Пуховский ФАП. В прошлом году мы радовались, что у нас появился свой врач, но он не прижился. Возможно, мы и сами в этом виноваты. Но коллектив работает. Раз в неделю приезжает врач-терапевт, ведет прием врач-стоматолог, а это уже дорогого стоит. Хотя бы не ездить в лиски на лечение. Работает процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет, приезжают узкие специалисты, флюорограф. Организовано дежурство скорой помощи и, поверьте, это есть не в каждом поселении. Вчера буквально я узнала, что уже с этой недели, раз в неделю, по вашим многочисленным просьбам, помимо терапевта, будет приезжать педиатр по пятницам. Случаются, конечно, накладки. И бывает, звонят и ищут скорую помощь. Но, товарищи, у нас семь сел. И если кого-то повезли с Путчино, допустим, в лиске, часа два с половиной скорой не будет. И в это время страхует скорая с лисок, а ей доехать еще надо. Конечно, хочется, чтобы выделили средства на ремонт амбулатории, потому что это обветшало малость. Но мы понимаем, что трудновато пока, и на качество оказываемой помощи это не влияет, так что подождем. А в целом, я считаю, нам на здравоохранение грех обижаться. Это работникам надо обижаться на некоторых жителей, которых насильно приходится заставлять, проходить флюорографию. Кто не думает ни о своем здоровье, ни о здоровье окружающих его людей. Это из речи 2020 года. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, в 2018 году нам удалось сделать немало. В этом году мы большое внимание уделили нашим малым селам. Так, по многочисленным просьбам, была построена дорога в Милахино до кладбища 800 тысяч рублей. Дорога в Путчино в асфальте 1 700 000 рублей. Подсыпали немного все существующие дороги в Щебне. Побольше досталась улица Молодежная в Пухово и Железнодорожной. Сделали ямочный ремонт. Это на средства дорожного фонда. В поселении отсутствует система комплексного благоустройства. Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как места отдыха, зеленые насаждения, ливневые канализации, сети наружного освещения, качество автомобильных дорог, не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения. Нуждаются в текущем ремонте и реконструкции. Главная задача администрации – это создание условий для комфортного проживания людей. Это наличие на территории поселения возможности к подключению, к электросетям, газовым сетям, сетям водоснабжения, это дороги, уличное освещение, транспортная доступность. Можно ли было сделать в этом году больше? Можно, если бы жители активно принимали участие в благоустройстве и наведении порядка на территории, принимали участие в обсуждении проектов по благоустройству, вносили свой вклад в виде рабочей силы, а может, цветов купили бы, а не выкопали, как у нас обычно бывает, предложили бы помощь еще в чем-либо. На данный момент в селе Путчино проживает около 100 человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok